Ручки едут в Бостон, они уже успели выиграть 18 тысяч долларов призовых за вот это вот время после решафлов, то есть там примерно с 18 сентября. В то время как Рутике и компания отобрались на 0 турниров и выиграли 0 долларов. То есть, как бы разница ощутима. Так что пока это у Рутике и не идет. Хотя все-таки вот Джереми Лин спонсирует эту организацию. Ну, не организацию, а именно состав. Кто не в курсе, это баскетболист американский, там был признан он и в топе влиятельных людей. Это первый баскетболист именно азиат. Так что... Как-то не оправдывает ожидания. Ну да ладно, давайте смотреть на феноменальный вардинг от команды. У нас тут нашли Янга, не дали ему поставить вардецкий, что и есть хорошо. А здесь вард уже успел поставить у нас висп. Ну и что, варды еще что поставили? А вот такой вот феноменальный вард был поставлен у нас от команды Вичи Гейминг. Ну, кстати, вот Сенкингу... Сенкингу не дали добраться до точки вардинга. Так что он, похоже, недоволен. Ну, кстати, он еще и сказал, окей, мне не дали. Забирай. Забирай вард, он мне не нужен. Я дал вард Вич Доктору. Вернее, вернул вард Вич Доктору. Так, ну что, у нас Энигма. Кстати, Энигма с чарами. О, да. Фуай хорош. Ну, блэкхоллы будут красивы, по крайней мере, в плане анимации. Потому что, ну, этот блэкхолл крайне красивый. Это квазар. Это просто нечто. Ну что, баунтирун у нас для тимбера и для квапы. Тимбер у нас центральный. Вот такой вот вард у нас также успели поставить уже IG. И давайте, пожалуй, посмотрим, кто на ком и кто где. EDC. ВД. Это суппоративный ВД на изи-линии. У нас Гост на квапе стоит в центре. Янг. Это хардовый Сенкинг. Урса у нас от Энда, которая будет фармить. Ну, и Энигма, которая будет стоять в лесах. Которая уже нашла Эйдалона. Ну, и, в принципе, помогла своему хардленеру на линии, чтобы линия пушилась в сторону хардленера. Что у нас там у IG? У нас Q играет на котле. Краски, это котл-суппорт на топе. OP. Это тимбер в центре. Стоит внутри поддержки Виспа, на котором играет Бо Бока. XXS. У нас Магнус, который сразу ушел фармить леса с талоном. Весьма такое интересное решение. Такое редко видишь. На самом деле, Магнус у нас такой не самый частый герой. Ну, и Джиггернаут. Джиггернаут у нас это Керри. Это Бёрнинг. И он фармит на изи-линии. Кстати, вот по ходу вчерашнего матча. Была у меня... Такая вот... Вопросы были к тому, как работает Рубик с Агонимом против Магнуса. То есть в плане того, улучшается ли им пауэр под Агонимом Рубика. И он, да. Меня, как сказали, там его протестили. Он улучшается. То есть он дает... Ну... Ауэшный баф в области. Кстати, весьма необычное решение. У нас тут Янг прокачал себе уже Саншторм. Ну, понятное дело, это было против инициации котла. И чтобы его там не размяли. Ну, кстати, редко увидишь. Обычно забивают. Эх, Дота. Ну, пощади. Ну, хотя бы один матч сегодня. Да, и нам осталось вот две карты посмотреть. В моем исполнении. Надеюсь, у Джема, там, или у Милы, я не знаю, кто будет хостить. От кого будет трансляция. У них не будет лагать. Потому что, ну... Сори, но я с этим взять ничего не могу. Вчера отпускала, вчера отпускала. Вот, по крайней мере... То есть у нас была, как бы, в серии одна карта такая очень залаганная. Вторая карта нормальная. Но сегодня, увы. Сегодня лагодромище продолжается на протяжении уже трех карт. Ну, кстати, от Магнуса в лесу фармит хорошо. То есть у него Empowered Vow со своим талончиком. Знаете, третий левел. Ну, такой, знаете, весьма неплохой лесник Магнус получается. Нестандартный, но рабочий. Янг потерялся. База находится его вот здесь, а не вот здесь. И он далеко зашел. Слишком глубоко. И отправляется в таверну. Ну и Ферзблад у нас был разделен между командой IG. Увы, увы. Ферзблад мы не услышали. Эх. Кстати, у нас там на таком фрифарме находится Энд. Ему стало скучно. Говорит, крипов на линии, так он еще и пошел леса подфармливать. Нет, смайлов не нарисованы. На самом-то деле смайлы нарисованы. Есть смайл кота, есть смайл четверки, есть смайл кличней. Там есть картинки в паблике, в двору хаб. Так что смайлы уже готовы на самом-то деле. И там даже целый пак готов смайлов. Не только те, что в паблике рухаб отображаются. Так что были сотни подписчиков, а до сотни оставалось три подписчика на начало этого матча. Так что скоро, скоро будут новенькие. Весьма обидно, когда чат сабскрайбов, и даже в этом чате меня увольняют. Эх. Как же дота долагаешь. Знаете, я сейчас кое-что попробую. Сделать полный реконект. Потому что я отрю, у меня сейчас дота начала слишком много ресурсов потреблять. И возможно сейчас полный реконект поможет с Тимом. Я вчера это кстати юзал, и вчера разок это помогло. Из трех реконектов. И кто знает, кто знает. Может быть и сейчас это сработает. Но на это потребуется пару минут. Ну не пару минут, минут, а полторы. В общем уже прошло секунд 20, так что нормально. Главное заговорить. А потом ползу пройдет незаметно. Вот так поразвел лучше. Так, возвращаемся. Надеюсь. Надеюсь это поможет. Так. Ну такое, ну ладно. На самом деле у нас тут был сделан фраг. Фраг второй был сделан от команды Вичи Гейминг. Ну он заранее на карте я имею ввиду. И погиб у нас ОП. ОП пришел на телепорте и погиб еще раз. Ну неплохо, молодец. Неплохо сыгран. А еще и Бобока в опасности. Бобоке больно. Бобока в таверну. Ну и 3-1 в итоге у нас за Вичи Гейминг. Пятая минута. И мы видим, что Энигма. FY хорош. Подформил уже 30 скрипов. У него уже почти есть Блэк Холл. И он даже до Блэк Холла вышел и уже навел кипишу на карте. И на самом деле под этими эндалонами можно и тавер тут поднапрячь. Потому что грифа нет. У тавера 300 хп. И он сейчас может упасть. Эх, не помогло. Ну ладно. Я пытался. Я пытался. Ну, в принципе, для тех, кто не в курсе. Потому что явно есть там за забором. За прайм забором. Такие люди, которые думают, что это у меня. Купи нормальный компьютер. Проведи себе интернет. Это не с моей стороны проблемы. Это проблемы со стороны китайского севера. А если бы точнее, со стороны китайского фаервола. Он почему-то сегодня к нам зол. Не знаю, почему-то у нас сегодня зол. К нам он не хочет быть благосклонным. И уже третью карту подряд у нас почти не попускает эти подлагивания. Кстати, у нас энд тут катает все-таки с момом. Отличия кратские есть. У нас в прошлой игре седок катали дважды на Урсе. И ни разу они не брали себе момчик. Ну, вернее, ни разу не брал себе Урса там момчик. А здесь Урса вот и сразу берет себе маск оф мэднес. И будет... Будет бешеным. Ну и погибать. Время у нас там Котл на верхней линии. Кстати, давайте посмотрим, что же у нас происходит по Нетворсам. Хотя нет, у нас там, возможно, будет замес, но там Бобока. Пока своими шарами пытается в лицо насадить Урсей. Отогнать от вышки. Но это сделать сложно. А Урсы, в принципе, уже есть Аегис. Да, с ним от убийства Рошана я не отметил. Уже минуту. Как он упал. И вот уже с момчика начинает подпушивать вышку. На самом-то деле, весьма уверен, что сыграл Твичи Гейминг идет. И... Ну, учитывая то, что у нас играют они против IG, которые все-таки вот в рамках DTL. Это топ-1 команда Блэкхолл! Да, кьюб, наверное. Ну, мискотел, конечно, да, как бы... Многие сказали бы, да ну, ты с чего, с ума сошел? Ты Блэкхолл тратишь, чтобы убить котла. Но на самом-то деле, я вот вспоминаю игры, допустим, Директора, где Блэкхолл оставался на 29-й минуте, первый. И топ-землю. Так что, знаете, один Блэкхолл в котла на седьмой, это нормально. Да, кстати, по поводу команды Вичи Гейминг. Статистика 1-6-2. То есть, они сыграли уже 9 матчей. А все-таки у нас какие-то тут странные системы. Тут каждый с каждым, наверное, не по разу катает, а все-таки по несколько раз. Вот я не понимаю, как это работает. Слишком сложная таблица. Тут расписано, ничего не ясно. Не знаю, либо результаты прописаны неправильно на Ликвидпеде, либо еще что-то. Но по идее, как бы, уже 9 матчей сыграли у нас. Вичи Гейминг. То есть, 1 победа, 6 ничьих и 2 поражения. Ладно, не суть. В общем, по поводу положения команд, это уже потом. Тут даже, как бы, призовой фонд не оглашен, так что... Без разницы. Как там положение? Играют и играют. Им весело, они катают в дотку. Катают между собой. Пускай катают. Действительно, правильно, правильно. Бёрнинг раскрутился на ддс, ддс бой, на ддс в таверну. Неплохо сыграно. Ну а дальше, что у нас будет? Янг пытается уйти. Янг у нас имеет эпицентр. Фуэкс, пока не качал себе, не носил, что он был бы здесь эффективен. Квапа врывается. И это килиспри для Госта. Неплохо сыграно. Фуэкс пока своей рамой здесь танкует. Понимает, что блоквола у него нет, так что можно воевать дальше. И это дабл хил для Бобоки. Просто шарами размял здесь всю команду Айджи. Ну и Фуэкс тут тоже погибнет. На самом-то деле минус 4. Минус 4 пахнет. Хотя Фуэкс мансит. Но, увы. Увы. От чек рама не замансить. До такой степени. И на самом-то деле полторы тысячи голды. На девятой минуте зарабатывает у нас Айджи. Вот это махач. Вот это сильно. Эти звуки так. Задержка это ЦАП. Знаете, как есть такая, то есть, там гром. И то есть через что-то дойдет звук. То есть это как бы расстояние до того, насколько далеко, как бы, непогода. То же самое с Урсой. Она уносит удар. И то есть звук летает там через 3 секунды. То есть Урсла там от нас в расстоянии 3 километров до путь. Допустим. Эх, этот Китай. Этот Китай вечно начинает меня плавить от такого вот... От такой презентации. Ну что? Давайте посмотрим, что же у нас тут происходит по графикам. У нас преимущество было весьма солидное. Даже очень большое преимущество, когда 8 минуты за Вич и гейминг порядка 7 тысяч. И на самом-то деле, если бы в таком темпе продолжили у нас Вичи, то катка могла бы быть крайне быстрая. Но все же ошибка была допущена. Наказали за эту ошибку Айджи. И графики сократились до 3. Преимущество, конечно, неплохое, как для 10, но это не 7. Как это было вот 2 минуты назад. Ну а по XP, кстати, тоже было неплохо. Было почти 2 500, вернее 3 500. Но теперь все упало к нулям. Так что все-таки ошиблись. Вич и гейминг не стоило так вот агрессировать на нижней линии. Нужно было все-таки продавать. И уходить. Ну ладно, ошиблись и ошиблись. FY у нас все еще без прокачки миндай пульса играет. Весьма интересный выбор, потому что он играет против 3-х милищников. И миндай пульс, ну, в плане там найти кого-то в лесу, в плане против этих милищников кастовать, вроде бы неплохо. Ну, как бы не вроде бы, точно неплохо. И все-таки вот 1 малипейс можно было бы, ну, не вкачивать. Все-таки миндай пульс взять. Слишком уж эффективный спелл. Ну и Квапа сдувает здесь, под аркейной руной котла. Ну, тут котлу, понятное дело, никак это не пережить. На самом-то деле, вот по поводу Квапы. В данной мете герой, ну, не самый популярный. И, как бы, проблема героя в том, что нужно Квапе сноубольцам. То есть, если она будет вот так вот дальше продолжать, то есть 4-1-2, все отлично. Если так и будет дальше, то будет, ну... Возможно, даже простая пробега для Вич и гейминг. Но, если Квапу остановят, если ее начнут убивать, и у нее будет там смертей, как и фрагов, то будут проблемы, потому что такая Квапа не тащит. Ей нужно вот прямо так разогнаться, чтобы она имела там отличный КДА, там, большой нетворс. Там, при равных, и там, при постоянном подфиде, смертям, там, она будет слишком уж ослабевать против героев, которые есть у IG. Там все-таки вот стандартные герои текущей меты. Смогут ли IG 2-0? Ну, не знаю. На самом деле, сложно. Все-таки вот и Блэк Холл, и Эпицентр, и Квапа еще сверху, которая, ну, пока у нее все хорошо. И, то есть, это очень жесткий прокат. Сперед, это все еще под Вич Доктором и Керри Урса. А с этой стороны у нас есть лишь РП. Но РП тоже, знаете, решает все проблемы. То есть, если у нас Бёрнинг здесь на фарме все-таки хорошие артефакты, потом под Эмпауэром РП-шка там хорошая в троих героев, хотя бы в троих. Эти герои погибают там быстро. То есть, там, куда у меня слэша, если кто-то атаки от Бёрнинга, то да, как бы, шансы есть. То есть, комбайк механист сумеется. На самом деле, тут еще есть сплитпуш, есть в виде виспа. Ну, ну, понятное дело, файты мне у Вичи, но... Вообще, не стоит тут сбрасывать со счетов команду Ай-Джи. О, я об этом и говорил. То есть, у нас в прошлом матче был песок, который залагивал, а вот, слышите этот божественный звук? Как же он накручивает, а? Мед в уши. Кайф. Кстати, здесь Блиндагер у нас. Здесь и у Урсы, и у Янга. Сейчас может быть отличный Вры. Так, Деварнинг пошел, и котел просто испарился. Исчез. Исчез с этой карты. Но, в самом деле, аутбой принимать не стоит. Потому что нет героя, который может это все остановить. То есть, нет Сала в команде, который забанили. Очень круто, кстати, забанили у нас Вичи. И, учитывая то, что вы играете и против Блэккола, и против Эпицентра, принимать файты вообще не вариант. Вас развалят просто в Салат. Это нужно как-то там выходить грамотно в спину, какой-то сделать быстрый минус на Энигме, там, или быстрый минус на Сенкинге, то так, тогда возможно. Но если просто принимать файты так вот в лоб во время пуша, когда вот так стоит он с позиции, так вот, Энигма в лесах, Сенкинг где-то там сдалека со своим даггером готовы рваться, то вообще не стоит. Не стоит так рисковать. Можно очень быстро погибнуть и отдать карту сопернику. Орчит! Готовьте время у нас у Квапы. Ну, на самом деле, там и сплитпушат у нас, вот, вис плюс джага на нижней линии, так что будет релаки, в случае чего, что-то атаки, инициации. Ну, на самом деле, тут пока, знаете, такой вот отспам, то есть есть чекрам, который для отспама неплох, есть котёл, который, понятное дело, очень жёсткий, хотя, на самом деле, он как бы лучший герой для отпуша, получается. На самом деле, всё-таки иллюминейт, да и плюс то, что он конструктор иллюминейт под спиритформой, то есть, как бы, с безопасной ранжи, там при покупке ганима это вообще беда, то есть, на хагграунд заходить под котлом всегда была большой проблемой. Так, а здесь у нас, возможно, будет атака. Кстати, что у Магнуса по блинку? Блинк есть. Неплохо. Ну, на самом деле, это, если что, это Магнус Харды, который имеет 5200 нетворса, имеет блиндаггер в своём активе, и уже 11 уровень. Очень и очень хорошо. Ну, Клопа отбинковалась, её подцепить не получилось. Но, в итоге, смещаются. На нижней линии у нас IG. Решили... Немножко тут лица подфармить. И, возможно, подпушить. А Вичи поняли, что соперник ушёл, и давайте, пожалуй, всё-таки допушим Тавар. А у Тавара осталось не так уж и много ХП, всего лишь 200. Клифа нет, так что Тавар падает, и бой здесь не дали. Команда IG. Блиндаггер готовой файл, а тут большая проблема, тот, кто пошёл на самую рыбу тем временем. Есть у нас Эпицентр, который пока не касается, он что-то под Моноликом, и маны мало, но Блэкхолл. Блэкхолл, Ф-Вай, Ф-Вай, ждём врыва. Урса разрывает виспа, неплохо сыграно. Так, врыва пока не будет. Пошёл Эпицентр по X-XS, тут, наверное, то есть отправляется, и Блэкхолл! Отлично! По двум героям Бёрнинг в опасности, Бёрнинг погибает. ОП здесь тоже в большой опасности. Пытается уйти, но его останавливает, и это минус ОП. Это минус 4 в размен лишь на одну Квапу. Ну, а Котл жить будет, но, увы. Увы, один он здесь ничего не сделает, именно в плане Дефа Рошана. Так что отличный файт. Я уже говорил о том, что принимать Драку против и Блэкхолла, и Эпицентра, это крайне сложно, учитывая то, что там ещё есть Квапа сверху, и ещё сверху есть Личдоктор, и Урса, которые просто на дистанции с Блинком начинают просто вот так вот уничтожать команду. Ну и пошла она уничтожать Кью, который имеет Монолик, он его не отвешивает, и понимает, что сейчас развернётся и просто лицо отвалится, хотя лицо и так отвалилось. У Котла, ну и в принципе, поломал все копыта. Поломал все копыта Каню. И вот уже Дефуза готова у нас у Вичи Гимминг. Знаешь, на самом-то деле, не хочу тебя расстраивать, но 2-0 для Айджи очень вряд ли в этом матче. Байбэк от Котла. Байбэк от Котла. Позицию Варда занимает у нас Янг. Не даст какой-то врыв сделать Магнусу под РПшку. Подков пошёл как раз по Магнусу, отлично, сновил атаку, и минус Рошана, икс для Урсы. Всё просто вот... Феноменально. Феноменально. Красиво всё сделали у нас с Вичи Гимминг. Вот как надо. Как по учебнику. Игра хорошая у нас на самом деле получается. Красивая. То есть видно, что команды будут достойны. За исключением того подфида от Вичи Гимминг, хотя вот... Ну всё-таки не знаю. Я бы не сказал, что там Айджи сделали какую-то крутую вещь. Просто вот Вичи себе там набрали 7 тысяч преимуществ, решили, что их не убить, решили, что даже без Блэк Холла они смогут раскрасоваться даже там без... Без блинка на Сент-Кинге сможет он там что-то вытворить. Но в итоге там был такой подфит, солидный. Но в любом случае, у нас вот удачные файты, удачный подпуш, и преимущество снова возросло. Там до 7, а уже и больше, уже вроде 10 тысяч голды ведут нас Вичи Гимминг, и по экспе почти 4 тысячи. На самом деле все уж слишком хорошо у Вичи в этой карте. И, как я сказал, не хочу тебя расстраивать, но в 2.0 Айджи верится с трудом. Ну что, Блэк Холла нет, но Смоктиллска решили все-таки заюзать. Есть все ультимейты, краски за исключением черной дырки. Черные дыры. Да, это все, знаете, у нас на самом деле турнир, у нас Рок играется, там есть команда с феноменальным названием Black and Big. Отличное название коллектива. Как по мне, ООП подспили, чему потрачено, Урса подходит, Урса, понятное дело, расправляется очень жестко, РП пошло, ой, неплохо, ой, красиво! Нормально, минус Айгис, минус Энкинг. При этом выживает у нас здесь Тимбер, который уходит на ЛОХП на базу. Так, а там подспили у нас Катлан, ну ладно, котел, в принципе, такая разменная монета, хотя, возможно, он не умрет, нет, умрет. Квапа ультимейт, куда? Не видел, наверное, в Катлан он залетал, но анимация не не отобразилась. Так, а там Шар, Шар в опасности, Шар, спасайся, Висп телепорт кастует, Урса за ним в погоню, Хлэп пошел, да, не нашли, не нашла Урса в итоге Виспа. И Шар ушел, Шаржи. Ну и на хороший и получился файт в итоге от IG. Вот выбили Аегис, убили Срингенга, потеряли Катла. Весьма неплохо, весьма неплохо. Немножко вот даже, ну и подостановить темп Вичи Гейминг, он именно в плане том, что нет Аегиса, но в любом случае преимущество уж слишком велико и уже есть Блэк Колл. Так что они должны сейчас снова отправляться в Батуш. Кстати, Папаунстакайда не ударяется именно в магический урон, она покупает себе Хайперстоун и скорее всего это будет покупка Керасы. Конечно, есть возможность того, что она купит себе Муншард, но это прям такая минимальная возможность. Есть возможность покупки Мьёльнира, но тоже вряд ли. Скорее всего, это будет Кераса. 97% оставим 1% на Муншард и 2% на Мьёльнир. Ну, кстати, что, у нас есть по артефактам, то 20-й минуте, потому что мы вот увидели весьма интересный выбор от Госта. ДДС у нас уже с Глиммером, его 10-й левел, кстати, весьма неплохо. Янг у нас уже скоро будет с форстапом, есть у него стапов визодли, есть у него уже Блиндаггер, который он уже реализовал несколько раз весьма удачно. Урсевич у нас решила выйти в Аганим. Ну, неплохо, да, против РПшки, учитывая то, что там, как бы, больше контроля нет, то есть, в РП прожреваешь и всё, как бы, Урсу не остановить. Ну, и Энигма, Гривсы, уже есть у ФВА, ФВА хорош, 2, ну, вернее, 3, фрага, 1 смерть и 8 ассистов. Not bad, not bad. Что у Котла? У Котла ничего, 7 смертей, пока лишь такая разменная монета. Space Creator котел у нас в данном матче. Тиммер с Булстоуном делаем ставки, дамы и господа, будет ли Булстоун у нас заряжен или всё же, как обычно, как у нас происходит там, в большинстве случаев, Булстоун будет разряжен до 8 зарядов. Так, быстренько досматриваем, хотя, возможно, будет замес, и посмотрим чуть попозже. Так, Магнус скоро будет уже с Форстафом, пока поймал Энда, увозит, Энду неприятно, Энда пробивают, Энда убивают. Окей, неплохо, минус стрик и плюс заряды. Но там есть все способности. В итоге у нас Эфай отступает. Ну и Гуянг там в Рошпите находится, Янг Мансит. Так, Едиси поймали, Кацки пошли, Едиси пока оставит Дезвард, есть у него Либеркейп, сейчас может котла развалить на самом-то деле. Блэкхолл, пошёл, отлично, Виз здесь, Виз подъезжает, Кацки здесь, на Титтере, как же там больно, Эпицетра сверху по Бобоке, Бобок ожив. Но всё же не хватает урона, хотя Квопа разминает здесь Бобоку, Бобоков таверну, Квопа липаут, ну и даблкил для Госта. Ну, с учётом того, что Урса погибла в начале и Урса внесла ноль урона, отличный файл получился у нас на самом-то деле. И тут подошёл Икс СС, что ты делаешь? Он погибает в итоге от Квопы, поймал лицо Сайенс, ещё и поймал лицо себе Янга. И Вёрнг последний, выживший, понимает, что пора, пора уходить и кастует отсюда телепорт в Блейдфьюри. Ну, на самом-то деле плохо получилось, плохо получилось. Ну да, вы убили Урсу, круто. Урса писала ноль урона, но там есть Блэкхол, там есть Эпицетра, там есть Квопа, который вот вписал у нас 300 урона, то есть там было 3 скрима у нас закинуто, Соник Вэмом вписала там порядка 1200 урона. Не стоило, не стоило. Убили Урсу и хорошо, то есть Блустон был заряжен, ты получил себе трансый заряд, вы сбили стрик там на примерно там 600 голды с Урцы, плюс еще накапало за, понятное дело, за ассисты, то есть мы там заработали порядка тысячи. И идти дальше, так вот в погоне, учитывая то, что у нас отступали, уже зашли на хайграунд, и то есть принимать драку против такого с лоу граунда на хайграунд не стоит, то есть там и Эпицентр, и Блэкхол это слишком страшные способности. Ну и в итоге у нас решили за Аркадий, что ли, айджи, но были за это наказаны. Так, врыв пошел на ОП, подкоп залетает, Урса там уже в сражении Кью, наверное он, котел пока кажется все очень плохо, 9 вертей, Дозвар стоит, минус Висп, Энд распрыгался, Энд погибает, вредя Энд распрыгался, по Энду распрыгался, краски Бёрнинг, Энда убили, но неплохо, погоня продолжается, подкоп залетает по Бёрнингу, Бёрнинг, Малифейдс пошел, Бёрнингу очень больно, нет у него уже по цеве при помощи Блэйдфюри, нет у него Омнислэша, так что это минус Бёрнинг, и снова погибает лишь одна Урса, погоня продолжается, есть Юльчик у нас, все время он здесь на Магнуса, Магнус, подкоп, и это минус 4 в размен на Урсу, где-то я такое уже видел, ну и на самом-то деле, на самом-то деле все довольно-таки плохо сейчас для Айджи, данный матч выиграть будет крайне сложно, врыв на ОП, Малифейдс пошел, но его там просто не убить, ну что, так, загнали под базу, подпушили чуть-чуть Тавар, потерял Тавар у нас, 500 ХП, и, ну, не подпушили, понятное дело, но в любом случае, преимущество там десятка, хотя на самом-то деле, оно держится на уровне 10 тысяч, то есть у нас такой, почти прямой график стал, ну там, плюс-минус прямой, уже на протяжении минут 6, так что пока фармят на уровне, то есть не проседают по фарму, но тут погибают слишком много героев, Котел, 10-ая смерть, как же все плохо у Котла, нужно играть как-то по Саевове что ли, конечно, то, что ты спейс-криэтишь хорошо, но перебор, перебор по спейсу, 25-11, кстати, у нас Бернинг, пока свою команду, конечно, очень жестко тащит, удержит на плаву, потому что у него, не смотря на то, что преимущество по фрагам уже в 14 фрагов за командой Вичи Гейминг, Бернинг у нас удержит позицию топ-1 по Нетворсу и перепармливает на целых две тысячи вражеского керри, что очень и очень похвально. Ну что, ждут Рошана, Рошана минута, кстати, у нас решил выходить F-Wive в покупку Аганима, решил, что будет разваливать лица, на самом деле Аганим хорош, потому что Меднай Пульс, это процессный СПЛ, там у нас три три Стрэнжевика и плюс еще один Миличник в виде Джиггернаута, потому что дэмажа будет крайне много, такая Аганима, конечно, будет разваливать почти что в соло лица, так еще и как бы нет необходимости покупки БКБ. На самом деле такая ситуация странная, потому что, смотрите, у нас Аганима была вторым пиком и сколько героев есть у нас, которые сбивают Блэк Холл, как бы просто Блэк Холл, не в БКБ. Один. Один герой. Это у нас Магнус. Есть Еул у нас у Тиммера, ну допустим, то есть есть как бы возможность сбить Блэк Холл, но этого мало. А сколько героев у нас есть, которые сбивают Блэк Холл в БКБ? Ноль. Как бы Магнус, конечно, на РП кастует, но сбить Блэк Холл это не то, не то. Не РП здесь нужно было для этого. Вот таки вот у нас убили Сынкинга, но неплохо. Отличный минус врыва Турсы, блин, пошел, кстати, неплохо. Стоит Дезвард, ой-ой-ой, больно, больно, Блэк Холл залетает по двоим персонажам команды ИГ, Бёрнинг в опасности, Бёрнинг Таверну, ОП крутится, живет, но недолго. Ну и снова, снова 1 в 4. Ну, сейчас, кстати, даже еще лучше получил, потому что у нас, потому что у нас Урса не погибла, погиб лишь Сынкинг, так что наконец-таки и Урса подзаработала в замесе. На самом-то деле у нас еще остался эпицентр. Сейчас Сынкинг повернется, и можно даже будет и подраться. Что, байбэк от Бёрнинга, готов рваться, есть Маллипэйт, получается в лесу себе еще и Мид Най Пульс, вернее подушку он получает себя под себя, а в лесу получает Мид Най Пульс. Блатторн готов на все временем у Квинн оф Пейн. Отличный билл получается, то есть вот есть Кераска, есть Блатторн, то есть она мало того, что ну Сайлентед, еще и увеличивает входящий урон при помощи критов, а криты тут пишет Урса, ну неплохо на самом-то деле, плюс Квапа тоже с руки натыкает под Керасой, весьма больно. Так еще и Миссы какие-то, Контрят, которых пока нет, но все же, то что их и не будет, это уже хорошо. Так, подкоп пошел, полетели каски, все каски неплохие, и дальше будет у нас какой-то врыв, ну сложно, сложно смотреть за таким замесом, но вот тут Энт убивает наш Шар, Шар лопнул, Шар без Байбэка, Сенкин все еще с эпицентра, пока он его не кастует, врыв, потому что на XXS, XXS таверну, ну, сыпятся, сыпятся герои команды IG и попахивают все-таки победой в первой карте для Вич и Гейм, потому что, ну, в камбэ, конечно, верится, но с трудом, с большим трудом. Подкоп залетает по вернику, не по таймингу, но в любом случае это даблкин для Госта, ну и минус 3 на Вич Доктора, размен все лучше и лучше. Снова теряет одного героя, а убивает четверых, хотя нет, пятерых, пятерых, потому что OP здесь тоже погибает, просто пила сломалась, она во все стороны летает, атак, бустом, 5 зарядов. ГГП, победа для Вич и Гейминг в первой карте, отличная серия, отличный пик, и очень плохо распикались в итоге у нас IG, потому что вы видите, что первым пиком взята Энигма с Энкингом, у вас, ну, ладно, Сэнкинг, то есть, там салл забанили, и это, забьем на это, но то, что есть Энигма, а у вас избивание телепортов, ой, избивание Блэкхоллов, есть целая РП, которая не подходит для этой цели, и Тиммер купил Юл, то есть, ну, почему так получилось, почему вы, играя против Энигмы, не берете себе героя, которые будут сбивать Блэкхол, как бы, не скажешь, что это как бы зарешало, не скажешь, что именно Блэкхолу тут выиграли игру, но все равно, то есть, в этом вопрос весьма большой заключается, ну, то есть, вы видите Энигму и не берете ничего против Энигмы, не надо так, не надо. Так, ну что, у нас сыграно первая серия этого Бест-Оф-2 противостояния, победа для Вичи Гивинг, посмотрим, смогут ли они одолеть команду IG со счетом 2-0, потому что IG на данный момент обладают нулем в графе поражения, это команда, которая еще ни одного матча не проиграла в сухую в рамках Дипеля, и хотелось бы Вичи практически вот сейчас забыть за себя победу, потому что статистика пока не внушает всего 8 поинтов, а при победе стоит 10, а 10 это уже Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok